Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, с вами Мистер Ниха. Сегодня мы начинаем прохождение игры Занзара. Так, давайте введем наше сохранение. Блин, капсулок. Ненавижу. Порой иногда раздражает этот капсулок. Вообще на компьютере такая функция. Не, ну она конечно помогает во многих местах, но местами очень сильно раздражает. Так, все, начинаем. Начинаем. Зато Фи доносится вверх, издражающей шлисткой. Далее слышим звук от водопада. Что? Мне пора идти, Эмми. Все в порядке. Далее слышим звук от водопада. Привет. Так, и начинается, собственно, игра. Нам просто надо сейчас пойти на чердак, потому что здесь ничего интересного нет, сразу говорю. Так, ну и что ж в этом сундуке? Хм, дайте-ка я угадаю. Руна. Знаете, я чё-то не удивлён. Так. Так. Вкратце. Сама руна надо для того, чтобы совершать быстрое перемещение между разными краями Зонца. Так, у нас только одна руна. Ну, нам ничего не остаётся делать, как использовать её. Так, ну... Хм, нет, не медлищится. Так. Так. Ага. Так. 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 Так, ну шо ж. Так, нам дается эльфийская сумочка. Мы тут можем бесконечное количество всего хранить. В реальности бы иметь такую сумку. Было бы очень удобно передвигаться так с деньгами. Никто не обнесет. Ну то да ладно. Возьмемте средний бальзам. Теперь давайте назад заберемся. Да, давайте. Возьмем давно. Чисто в Алтайне. Мир, в котором существует и последний. Алькара, земля мать и волшебства. Новый мир, мир, но мы живем в мире. Человеческий мир. Алькара, это игра. Но это твое развивание. Волшебные силы, отечали. И хаос распространяется. Все лет. Алькара, июня, спадается. Алькара умирает. И кто не знает, почему там происходят и последние надежды на кого-нибудь из человеческого мира. Может, чьи страны. Ну, пафосно достаточно. Я заранее знал, но... В данном случае, я бы вообще, если первый раз пригодил, то я бы ничего не сказал, так как... Я сделал звук... Ну, чтоб на ролике все было слышно. То есть, и мой голос, и мелодия, и звуковые эффекты. Ну, а сейчас я тут практически ничего не слышу. То есть, все, ничего нету. Я слышу только свой голос. Так, ну, давайте соберем те мешочек. С большим бальзамом. То, что надо. Так, что мы еще можем собрать в этой деревне? Серебряный шар. Он нам понадобится. В целом. Так. Возьмем мешочек с маной и с малым бальзамом. В целом. Так, ну, мана нам надо, чтоб подлечивать наших фей. А вот эти бальзамы, чтобы лечить фей. Там уже, вот, насколько... В зависимости от самого флакона. Насколько мы подлечим хорошо фею. Так, ну, нам остается только здесь походить. Так как вообще в деревне мы все собрали. Давайте откроем шкатулку. Ну, и у нас здесь лекарственные травы. Они здесь всегда. Так, а кстати... Не, ну, можно, конечно, с эльфом поговорить. Но это только когда первый раз проходите их. Но лично я... Далеко не первый раз прохожу Занзар. Так. Ну, у этого эльфа можно вытрясти монетку. О, он, как вы видите, он дал. Второй же эльф... Так же... Так же ведет себя. Но давайте кое-чем другим займемся. Я буду останавливать, чтобы вы успели нажать на паузу. Так. Отлично. Ключ получили. Нам остается пройти на противоположный к таверне дом. К вот этому. Собственно, это тот самый дом Руфуса. Так. Собственно. Возьмем руну возврата. То есть мы можем... Это возвращение в точку начала игры. В шкатулке у нас... Средний бальзам. Дальше. Нам дали выбрать одну из трех фей. Так. Ну, вообще-то рекомендуется брать природную фею. В данном случае это Силия. Ну, тут вообще всегда вот... Тут нет рандома фей. Тут всегда Силия. Тадана и... Грим. Хоть и... Всегда берут... Именно на первом месте всегда берут природную фею. Как раз поэтому я не буду ее брать. Хотя вот, если только начинайте играть в Занзару, то обязательно берите именно природную фею. Тут Тадану смысла брать нету, так как Тадана нам и так скоро попадется. Бессмысленно брать. Так, затем. А вот я не видел, чтобы кто-то, кто-то брал Грима. Но это понятно. То, что сами заклинания камня очень медленно раскручиваются. Собственно, что и доставляет такой, мягко скажем, дискомфорт. Но я слышал, что малая часть берет Грима, но это чисто из-за того, что... Это чисто та часть, которая желает собрать всю коллекцию фей. А Грим сам очень редкий. Но я лично хочу поиграть за Грима чисто. Чисто потому, что хочу, чтобы мое прохождение отличалось чем-то от других. Не видел, чтобы именно за Грима кто-то играл. Так что я возьму Грима. Так, ну шо ж. Давайте идти дальше. Опа. Перед тем, как выйти из деревни, надо бы пару раз посражаться. С вот этим вот эльфом. Да, даже не пару. Может, даже больше. А ну-ка. Раскручиваем. Ну вот, шо я и говорил. Сами каменные заклинания сильно бьют. Особенно по началу игры. Но, как вы видите, они медленно раскручиваются. Так. Повышаемся до девятого уровня. Повышаем до девятого уровня нашего Грима. И еще и получаем деньги. Шикарно. Раскручиваем. Давай, 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 давай. Ну да, очень медленно раскручивается. Просто мега медленно. О, вот теперь на пару ударов сильнее мы начали бить. Так. Ну шо ж, победа. Да, правда, нового уровня мы так и не достигли. Но ничего, сейчас достигнем. Так. На. Атака до семнадцать. Урона нанесли. Тренировочная фига. Ну, а то она и тренировочная, чтобы все время проигрывать. Так. Еще деньги нам дал. И сейчас прокачаемся вроде бы до одиннадцатого. Может, еще до двенадцатого вкачаемся. А может, уже вот после этого боя выйдем из деревни. И бои станут куда поинтереснее. Двадцать два. Ну, грем становится все сильнее и сильнее. Я знаю. Я понимаю. Так. Нет. Еще не все. Ну, ну, ничего себе. Ну, ты и даешь. Ээээ, ну, ты и даешь, грем. А ну, давай прокачивайся. По-хорошему. Опа. И еще минус двадцать два. Это вроде бы, значит, мы неполенностью раскрутили эту штуку. Ну, отлично. Одиннадцатый уровень. Не, да, я думаю, что лучше до двенадцатого докачаться. Так. А ну-ка. Давай, давай, давай. Ай, блин, промахнулся. Ну, да ладно. Что ж ты не попадаешься? А ну-ка. Двадцать четыре. Замечательно. Еще и деньги получили. Это такая моральная компенсация за то, что мы не попали в силе с первого раза. Так. Да, я знаю, что это весьма скучно. Понимаю. Но лучше с раскачанной феей выходить. Потому что чем раскачанной феей, тем у нее больше здоровья. И тем ее, значит, сложнее снести. Так. Собираем деньжата. Так, ну, после двенадцатого надо уже уходить. Иначе мы тут всю ману истратим уже в эндеве. Так, пятьдесят. Пятьдесят здоровья. Ну, маловато так-то. Потому что грем так-то у него на единичке здоровье стоит. Кстати, это вот одна из причин, почему именно силию берут в начале игры. Потому что силия, ну, не такая вот дохлая, как остальные феи. Новый уровень заклинаний. Ну и все. Я думаю, что можно уже выходить из деревни. Еще и накопили золото. Вполне неплохое количество. Так, мы не заходили... А мы заходили в это? Да, мы заходили, мы заходили. Так, ну, давайте выходим. Снова даю вам почитать. Я-то это уже... Я сразу говорил, Занзару я много раз перепроходил. Но, собственно, Занзара это одна из тех игр, которые хочется много раз перепройти и не устать от этого. Так, ну шо ж. И нам дают карту с сада фей. Сохраняемся. Так, и в целом. Шо вообще предусматривает этот сад фей? Ну... А точнее, сад фей, а сама карта. Сразу говорю, ориентироваться по ней плохая идея. Тут карта не очень такая точная. Но, в принципе, конкретно где, в конкретно в каком населенном пункте можно посмотреть, где мы. Да и карта сама, она так интересно складывается по ходу прохождения. Так, на меня нападает Воргат. Ну шо ж, первый такой серьезный вызов для нашего Грема. Раскручиваем, раскручиваем, раскручиваем. Вот так вот, 22. Хорошо. Соберем монетки. И... И... Но мне Воргат не нужен. Я бы хотел фею у дерева поймать. Вот та реально посильнее. Мы даже новый уровень за нее не особо получили. Обидно, однако. Отлично. Собираем мешочки. Деньги. Да, снова промотал. Но я надеюсь, вы успели поставить на ползу и... Прочитать, если кому интересно. Так. Ну... Куда? Давай. Хопа. Почти. Почти. Почти же победил. Не почти, а вообще победил. Так, отстреливаемся с самой верхней штукенции. На. На. На-ка. Все. И победа. Так. И уже достигаем тринадцатого уровня. И нам дают флакон маны. А эльф уходит куда-то. Так. Но вряд ли он пошел в моногам. Я не буду рассказывать раньше времени, что это такое. Сами, думаю, узнаете по ходу нашего прохождения. Так. И на нас выскакивает Коргат. А вот Коргат это... Фея, которая стоит внимания. Правда, тут еще может выскочить Илана, но она более дохлая. Так, двадцать семь. Тот шестнадцать. Нет, сейчас главнее поймать эту фею. Двадцать четыре. Ну, то есть, сами видите. Тут сидит довольно-таки сильная фейка. Ай-яй-яй-яй. Двадцать шесть. Ловим. Давайте ловить ей эту фейку. Замечательно. Кстати, Воргата можно еще до Симгата прокачать. Это более сильная стадия Воргата. То есть, вначале Воргат эволюционирует в Коргата, а затем Коргат в Симгата. Но это я уже забегаю. Это я уже далеко забегаю. Так. Подробно расскажу, когда мы дойдем до Тиралина, столицы Занзары. Тадана. Получаем еще помимо Коргата, Тадану. И давайте прыгнем на этот камень. И у нас выскакивает Визбат. Ну, ладно. Может, оно и к лучшему. Все-таки Грему и остальным надо качаться. Пускай даже на третьеуровневых существах. Ну, хотя я не знаю, как можно на Визбате прокачаться. Он дохлый. Вот, с одного удара. Буквально с одного удара вынесли Визбата. Ну, знаете, такой красивый этот астральный мир. Вот. Это вот данный кадр, на котором нам зафиксировали победу. Так. И нам выбрасывается мешочек. Деньги эльфов. И средний бальзам получаем. Что ж, пока неплохо все идет. Пока неплохо, однако. Так. Ну, что ж, давайте идти дальше. Ну, тут мы пока же ничего с этими пиксами сделать не можем. так. Давайте продвигаться дальше. 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 Пару все-таки фраз я пропустил. уже из-за такой привычки все пропускать. Так. Давайте-ка вначале возьмем мешочки. Малый бальзам, деньги эльфов и большой бальзам. Вначале подберем. Так, морковки. Ну, морковки ясно. с морковками все ясно. Так. это пугало очень выгодно освободить. так. Ну, шо ж. Теперь можно поехать за корхота. Но, вот, самый минус данного, данной феи, это то, что он медленный. медленная фея довольна. Может, лучше бы я и лану ловил, но уже не буду переехать, перезаписывать. Так. Так. И остается псироу. Но это уже не такой хилый, как Рассел. Добили. Можно вот наверху этого дома стать. Так. Пятнадцатый уровень грим достигает. Корга четвертого. и пятого теперь достигает. Шестого. Ну, корга тут много отвалило. Сейчас тадана еще прокачается неплохо так. Тадану вообще, как вы видите, легко вкачивать. Замечательно. и нам дает куча золота за то, что мы освободили пугало от фей хаоса. Теперь, как вы видите, не у всех фей мана на полную. Можно это недоразумение исправить. Можно за бесплатное именно здесь пополнить ману. Вот так вот. сад фей. Так, Весбат. С тобой мы уже встречались, но ты мне не интересен. это не интересен для меня объект. Так что сразу давайте-ка мы тебя пристрелим. Да, кстати, я же забыл посетить сам дом Люциуса. А надо бы было. Мешочек. Надеюсь, там деньги эльфов. Нет, лекарственные травы. Ну, лекарственные травы, в принципе редко пользуются этими лекарственными травами. Но они очень часто попадаются. Ну, а редко ими пользуются потому что собственно говоря, потому что очень редко убивают феей. Давайте-ка возьмем серебряный шар. Я именно за этим пришел и давайте посмотрим на заклинание, которое в принципе у нас есть. Ну, пока можно с таким набором жить, мне кажется. шикарно. Шикарно. Да, вот только я не знаю, как я с помощью корга-то буду ловить пси-фею. пикс, стоять. И мы ловим пикси, первого пикси, второй должен сидеть где-то здесь. Да, он там за взглядом с гномом бегает. Вот это самая нелюбимая локация, где ловить этого пикси, потому что они могут сбежать в ту дырку. А нам туда проход недоступен. Он нам не открылся пока что. Собираем деньги. деньги. Собираем деньги. Можно, кстати, вот как-то так подпрыгнуть, не все монеты собрать, но вроде бы, но какую-то часть вроде бы. Да, вот, монетку можно подобрать. так, ну, собственно, каменная фея дает нам советы. А вот, кстати, наш первый тайник. Давайте-ка монетки. Монетки есть. Замечательно. Коргота. Ну и, собственно, давайте выставлять уже Коргота. Так, а Коргота будем выставлять, чтобы ловить Псифию. Так, надо только найти способ, как забраться туда. Что-то пока не выходит. Может, я что-то не так делаю. А, надо как-то вот так вот забираться. Ну, да, да, честно говоря, туда это такой нечестный способ. Ну, как нечестный? Если уж разработчики допустили то, что... Не, ну, слушайте, красиво. Ну, ладно. Но, если разработчики такое допустили, что будет такой бах, то, собственно, чего бы им не воспользоваться? Как по мне. Так что, всё честно. Мы же не используем читы. Мы используем баги. Так, собственно, давайте слезать. И давайте уже выходить в следующую локацию. локацию. Так, ну, что ж, давайте-ка пойдёмте в пси-пещеры. они тут называют... Ну, это тёмные пещеры. Помимо всего прочего, мы соберём кристаллы, которые тут валяются. Так, на нас напал менкар. Но с менкаром мы... Здесь я, пожалуй, сбегу. если, конечно, можно. А сбежать можно. Смыться тут вполне себе можно. Я смоюсь. Потому что тут пси-высокоуровневые фии. Несмотря на то, что природные фии сильнее, то есть природа на них эффективна, это ещё не значит, что, собственно говоря, мы их победим. У них помимо разницы уровней ещё и сами заклинания довольно-таки противные. Ну, ладно, мы пока пособираем кристаллы. Что ещё делать? Зайдёмте сюда и давайте заберём эволюционный камень воздуха и мешочки. Так, замечательно. Ага, на меня напал в этот раз ментор. В некоторых переводах ментавр. Противник кружится. Ох, у него два самых противных атакующих заклинаний. это ещё и противная вот эта штука стоит. Ай. Так, у меня кончились очки. У меня прыгучесть кончилась. на. Да, не с первого раза тут удастся, учитывая то, что я пришёл сюда нераскачанной феей. Так что весьма серьёзный такой противник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну, наносим мы ему ударов побольше. Так. Ловить. Нужно ловить эту фейку. Так, не позволить, не позволить сбежать. Нельзя позволить этой фее сбежать. Всё, мы поймали эту фею. всё. И сейчас Коррад восстановит свою экспи. ХП. И даже поднимется на несколько уровней. Это хорошо. Так, ну да, Грема я не стал тут выпускать, так как тут пси феи сразу бы убили бы этого Грема. Он дохлый, и это стихия камня. А пси бьёт камень. Ну, зато ещё тогда она прокачалась. Спрашивайте, хочу ли я поймать пси фею в начале игры. Конечно. Вот, посмотрите, какой классный ментор. Его последующие эволюции ещё более такие сильные. Ну, давайте вернёмся в дом. Дом Охотника на Пикси. Так, и пополним ману Упугала. После того, как мы пополнили ману Упугала, можно уже половить Пикси. выж этого ждали, не правда ли? Когда мы в саду фей половим этих маленьких нехороших существ. Так, куда, 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 куда. Кстати, очень прикалывало ловить Пикси в детстве. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну хорошо, что я хотя бы вход в зону не стал. Иначе был бы полный кошмар. Так, минус 4. Не-не-не, был умел, уйди, пожалуйста. Я надеюсь, это не горячая такая зона. Нет, это не та зона. Так, Пикси. Пикси. Так, я тоже надеюсь, что это снова не горячая зона. Так, удираем. Вот тут, наверное, сложнее всего. О-о-о-о-о-о-о-о-о, Пикс, иди сюда, Пикс. Пикс. Пикс поймался. Уже 2 из 30 Пиксов поймано. Ну, а этот Пикс по сравнению со вторым или с первым это вообще не очень трудная задача. И третий Пикс пойман. Замечательно. Идемте дальше. И давайте малый бальзам возьмем мешочек. Я его всегда, кстати, пропускал. И, честно говоря, пройти в этом мне не мешало. Чего я сейчас обращу внимание на этот листочек никто не знает. Мешочек, да. Ну, в принципе, мешочек рифмуется с листочек, так что... так что... Ладно, понять можно меня, да. Самого себя понимаю. Так, ну что, Пикс? Пикс, идите сюда, Пикси. Так, на меня напал Воргат. А мы сейчас спустим Коргата. Так, Коргат, давай-ка ты сбежишь. Пожалуйста. Замечательно. И сейчас мы будем ловить Пиксов. Их словить уже будет нетрудно. Отлично. 5 из 30 уже поймано. Сохранимся. Ну что ж, это вполне так замечательно, замечательно, да. Так, Руфус, дай пройти. Пожалуйста. Ловим Пикса. Тут его вообще проще всех поймать, так как он в помещении. Маленьком причем. Стоп, стоп, подождите. Лучше бы я так не крутил камерой. Ну да ладно. Эльф, привет. Да, он исчез из твоего магазина, этот ужасный Пикси. Да не за шо. так, ну, теперь же теперь время пойти в Тиралин. да-да, я подожду твоей встречи, встречи с тобой. Так, ты не бойся, подожду. Куда я денусь, собственно? так, ну, лучше сразу этого воргота победить, иначе он нам просто не даст собрать деньги. Так, видимо, здесь сбежать уже не выйдет. Ну, шо ж, придется сразиться с ворготом. Так, ну, давайте еще помимо ай, всего прочего выпустим Грема, Тадану и Пси. Теперь вернем воргота. Так, победа. Ну, тут только ментор прокачался толком. Мешочек. Малый бальзам. Раз еще соберем монетки. И сейчас возьмем мешочек. Так, сейчас посыпется гора золота. Собираем. Собираем все. Отлично. Так, ну, тут может выскочить какая-то дикая фея. Ну, да, вот о чем я и говорил. Так. Так. сматываемся отсюда во мне линь с тобой сражаться. Молодец, что поняла меня. Мы пойдем этим путем к Тиролину. Потому что, как вы видите, здесь Пикс. И на нас нападает Коргат. Коргат против Коргата. Правда, наш Коргат послабее будет. Но, тем не менее. Давайте убегать. Так. Так, ты где? Ага, Пикс. Пикс, от судьбы не уйдешь. От судьбы ты не уйдешь. Сейчас мы тебя ловим. Не-не, я тебя поймаю. замечательно. 7 из 30. Так. Так. Так, вы поинтересуйтесь, а что ж тут должно быть дальше? Дальше. Но здесь деревья не опасны, так как это уже считается территорией города за вот этими вратами. это уже собственно ну не знаю сад города Тиралин. Не знаю. Тут уже видите не тропинка а дороги из камня. Так что я думаю понятно. Давайте платформы вначале поставим. Посетив тайник. И еще тайник рядом с ним посетим. Это уже чтобы забрать серебряную сферу. Собственно забираем серебряную сферу и наконец-то заходим в город. По пути давайте поговорим с этим эльфом. Он нам даст одну прикольную штуку. Ну не знаю насколько прикольную, но то что она полезная это да. так получаем лекарство. Так идет собственно гном. Так 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 да ясно что надо идти все я понял понятно. Собственно получаем книгу фей и здесь у нас показывается эволюции. Вот например вот эта фея эволюции на 30 уровне у этой на 25 у этого на 29 и у этого на 28 так ну я сейчас предлагаю поставить ментора так тиролин ну давайте вначале мэрию посетим раз сейчас мы тут все должны собрать так карта зачарованного лиса а вот дополнили нашу карту так теперь время пособирать мешочки и приготовьтесь к очередному пафосу паузу и паузу и и паузу и паузу Так. Собственно. Ну, я не могу прокомментировать. У меня ж... Вот настройки стоят... Что с курицей было? Курица, что с тобой? Того. Так, давайте погоняем курей. Всё. Надеюсь, не будет больше... Багнутой курицы. Ну и что ж, заходим в... Этот... В этот... В эту часть тиролина. Конечно. Я же использовал баги. Как мне тебя не победить, если я использовал баги, чтобы пройти высокоуровневую локацию, чтобы, собственно говоря... Поймать пси. Вот, кстати, плюс псионной феи, это то, что у неё заклинание быстро так раскручивается. Где ты, горбат? Ай, я промахнулся случайно. Бывает. Критический удар. Критический удар. Так, F8. Наконец-то. Так, F8. Так, где там горбат? Бам. Дальше горбат. Отлично. Скоро сейчас монетки пособираем. Монетки вполне нам нужны. На-ка. Да вообще нетрудный бой. Потому что, да. Псионные феи вообще легко разносят этот камень. Всё, победа. Так, надо больше, 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 больше. И повышаем ментора до 11-го уровня. Чуть-чуть не хватило до 12-го. А вот тогда она уже до 11-го уровня повысилась. Скоро уже на 12-й уровень выйдет. Коргат. Нет, твои феи вполне нормально бились. Просто они бились с феей пси. А пси заклинания очень больно бьют по камню. Ну ладно, зайдём, собственно, в этот дом. Кого ты там не можешь победить. Чтоб шо был. Вы видели, как мы по текстурке провалились? Ну немного, но всё же провалились. Ну ладно, главное, что получили ключ. И получили ещё одного пикса. Можно уже сохраниться. Собственно. Так. Сюда мы не пойдём пока что. Так, ну шо ж. Дошли мы до столицы Занзары, Тиралина. Пока шо классный город, как мы видим. Да не, вообще классный. Ну кроме, собственно, этого подземелья этого города. Победили Сиамуса, и теперь нам доступны золотые морковки. Теперь можно идти к эльфу в Эндеве. Эльф, с тобой всё нормально. Что за... А можно мне так? Нет. Нельзя. Эльфам можно, людям нельзя. Нельзя. Да. Забавно, однако. Кстати, куда это... А, курица на месте. Всё. Все, кто должен здесь находиться, находятся. Так. Ну шо ж, а следующая серия будет куда более интересной. И вы сами скоро увидите, почему. А на этом всё. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok